Всем привет! Меня зовут Джиллав, Анатолий Быков, и в этом видео я покажу вам свои новые идеи в разработке игровой клавиатуры. В общем, я пришел к выводу, чем больше экспериментируешь и придумываешь новых идей, тем совершеннее становится клавиатурой. И именно эксперимент позволяет нам придумывать все более и более совершенные идеи. Поэтому больше экспериментируйте и тестируйте. Итак, в общем, состоит моя следующая идея. Когда я здесь хотел разместить кнопки, справа, вертикальные вот такие вот кнопочки, чтобы нажимать удобно было. Я сначала их лепил на пластилин, вы видели это. Потом я думал сделать уголок такой, и чтобы на уголке эти кнопки не ржались. В итоге у меня не было средств на уголок, и я сделал вот такую вот штуку. То есть, вот такое вот приспособление для того, чтобы держалась кнопка. То есть, она вот так фиксируется, хорошо, четко держится. То есть, вот переключатель не сдвигается. Когда я нажимаю, ничего не уползает, то есть, стоит на месте. Если только сильно не вдарить, да. Вот так все держится. Дальше что? Вот здесь вот, как вы понимаете, стоял магнитик, и она вот так вот все держалась. И потом, когда я нажимал, ну, бывало, чуть вверх, чуть вниз сползало. Потом я сюда запихал еще один магнитик. И тогда она стала четко никуда не уползать. Вот, в итоге я начал тайпить, нажимать на кнопочки, да, и экспериментировать с высотой, да. Я перемещал просто вот эти вот штуки, переключатели, да, вверх-вниз перемещал. Вот, для разных пальцев разная высота. Вот, все это делал и нажимал. Ну, и когда я это все делал, ну, я случайно увидел, что у меня теперь не просто это сам переключатель перемещается вверх-вниз. У меня еще эта конструкция может перемещаться за счет такого держателя. То есть, я могу взять и опустить, да. Могу взять и поднять, то есть, выше саму вот эту вот конструкцию и еще выше могу поднять. Поэтому, в принципе, такой стендик, который я изобрел, очень хороший. Ну, что дальше? Дальше, дальше, когда я начал тестировать, экспериментировать, тайпить и нажимать на дальние кнопочки, я увидел, что вот эти вот штуки мне мешаются. То есть, я упираюсь рукой, и даже для того, чтобы просто сделать раскладку, потайпить и выбрать расположение кнопок, это будет мешаться. В итоге я пришел к выводу, что все-таки надо делать уголочком, да, вот, именно уголочком, чтобы вот это вот расстояние ничего не торчало. Вот, но то, что я сделаю не просто уголком, я сделаю еще с такой вот регулировкой. Но это не самое главное мое открытие на сегодняшний вечер. Самое главное открытие, когда я делал, именно тайпил, тестировал то, что я сделал, нажимал на эти кнопочки, да. В принципе, удобно, вот, удобно нажимать, да. Но потом, вы помните, наверное, что я говорил, что для мизинца нужна кнопка под углом. И, собственно, я ее сделал из такой вот петли. То есть, это, наверное, петля или от какой-то тумбочки, не знаю от чего. Ну, в общем, такая вот эта петелька. Сюда просто заложил регулировку высоты из пластилина, чтобы сжимать или отклонять. И, в общем, делал я для мизинца вот такую вот под наклоном кнопку. Кнопка, которая стоит под наклоном. И начал тоже тестировать. И когда я начал тестировать, это как для мизинца, да. Ну, сейчас уже тут у меня все посдвигалось. Вот, в общем, быстренько расскажу. Когда я начал тестировать, вы не представляете, насколько это было удобно. Это было очень удобно, комфортно, классно по ощущениям. И, в итоге, я подумал, а если я сделаю такие штуки для всех? То есть, не только для мизинца, а для всех остальных кнопок. То есть, для безымянного пальца, для среднего пальца и для указательного. Для этих трех пальцев. То есть, чтобы такие кнопки стояли на мизинце, на безымянном пальце, на среднем и на указательном, под наклоном. В итоге, я начал все это дело тестировать. Вот, экспериментировать с различными наклонами. И вы даже не представляете, как это кайфово и удобно нажимать на кнопку, которая стоит под наклоном. То есть, вот. Ну, это надо просто тестировать. И вы тогда сами по ощущениям поймете, какое большое отличие. Вот обычная кнопка, которая вертикальная, я вот так нажимал. Вроде было комфортно, да? Ну, давайте еще раз. Вот, да. Не видно вам. Вот так. И под наклоном. Под наклоном намного удобней. Но, опять же, надо еще раз это все проверить. Но первые мои впечатления такие, что под наклоном намного удобней нажимать. Ну, просто она сейчас сдвигается у меня. Но, мое открытие сегодня такое, что, скорее всего, я буду делать кнопочки все под наклоном. Потому что это немного удобней, чем когда просто она вертикальная. И комфортнее, и классно, и приятно на нее нажимать. Вот. Единственное, что надо выбрать определенный угол для каждого пальца. Где-то вот так. Где-то посильнее, поуже, подальше. То есть, и вот таким образом это все определить путем тестов. Большого количества тайпинга. Вот, видите, как вообще очень комфортно. Ну, покажу на этом пальце. Очень комфортно и кайфово. Вот то же самое. Ставлю кнопку сюда. Тоже указательный. Уже не то ощущение. Уже вот так. Вот так удобно. Вот так неудобно. То есть, совсем другие ощущения. И это просто классно. Я очень рад, что все так вышло. Сначала была такая, типа, неудача. Вроде сделал. Теперь это уже не нужно. Но зато я открыл вот что. Вот это самое то. Вот такая вот конструкция. Теперь дальнейшая моя задача. Придумать, может быть, что-то я смогу использовать более узкое. То, что мне не нужна такая ширина. Может быть, я смогу найти такие петельки, которые будут узкие. И тогда будет все отлично. Или эту вырезать, или что-то другое использовать. В общем, вот что я буду использовать. Но это в итоге, скорее всего, придется разобрать и переделать. И в этом, знаете, в этом очень большой плюс. Смотрите. Я сделал такую конструкцию не просто на пластилине, а чтобы это было с регулировкой высоты. Чтобы, знаете, как... Может быть, на резьбе буду подкручивать, и будет она опускаться или подниматься. Да? Ну, в общем, надо что-то сделать такое, чтобы это было максимально четко. То есть, для определения угла наклона. Вот. Вот. Еще я, когда на разных пальцах пробовал, я понял, что для разных пальцев нужен разный наклон. То есть, ну, в общем, на сегодня такое вот открытие. То, что сначала я хотел сделать это только для мизинца. Теперь мое открытие состоит в том, что я буду это делать и для других пальцев. Вот. Ну, а на этом все. С вами был Джиллаф, Анатолий Выков. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok